здравствуйте дорогие друзья сейчас вы увидите мою первую тренировку за этот год в нормальном полноценном фитнес-клубе мне некогда было в общем-то заниматься тренировками я пока выяснял эти процессы потом там устраивался тогда на новую работу в новое место точнее вот прошел год я уже год на новом месте слава богу все хорошо теперь я могу заново снимать снова снимать фитнес контент дорогие друзья и соответственно что я чем бы я хотел с вами делиться в этой рубрике это первое видео на это те на эту тему для тех кто меня не знает вообще по профессии я врач-эндокринолог потом меня были дополнительные там всякие аккредитации и сертификации по психиатрии и психологии но всегда считал свою любовь психиатрии к психологии просто хобби ну вот получилось реализовать на ютубе в каком качестве судить вам это для тех людей кто первый раз у меня на канале потому что хэштеги новые название новое о тренировках я напомню уже давно ничего не было год не было этого контента если не больше в общем-то в спорте я не новичок что-то где-то выступал буду хвастаться будет интересно расскажу вам в других видео о моих легалиях или если вам интересно возьмите зайдите там ко мне куда-нибудь в соцсети вот в общем-то не новичок но как бы получается что новичок потому что год я уже не занимался фактически были перерывы на когда я три-четыре месяца не занимался даже дома потом занимался я дома потом я чё-то у нас в клинику начали делать какие-то продвижки купили на маленькую штангочку такую типа для такого вуман фитнес аля потом пару месяцев назад поставили кроссовер пока его собрали ну получается что год я не занимался потом месяц я занимался активно в кроссовере вот сейчас я еду фитнес клуб ну и там домашние тренировки иногда тренировки в клинике у нас еще есть брусья как это ни странно и штанга и казалось бы дайте турник но с турником у нас вот не сложилось клиника переезжала какой-то турник мы сделали потом мы его отодрали потом мы его так и не сделали теперь он есть в рамках кроссовера в существовании но уже уже поздно я уже еду фитнес-клуб вот поэтому если вам будет интересно я думаю может быть я еще сниму свои домашние тренировки как-нибудь напишите мне внизу в комментариях о том как я занимался дома поддерживал свою форму ну а сейчас предлагаю переместиться уже фитнес-клуб и дальше наверное мой закадровый голос вам расскажет все о тренировках также дорогие друзья это мои видео это в первую очередь не рекомендации к действию ту технику которую я использую на первой тренировке вообще не обращайте внимание она по-любому будет кривая потом соответственно вообще все что я использую те комплексы которые я использую они подойдут не всем они индивидуально под меня настроены цель видео это мое общение с вами и такой лайфстайл вы давно просили лайфстайл и так как мой фитнес все равно кроме моих постоянных подписчиков которые уже смотрят меня все подряд практически никто другой не смотрит я вот просто формате лайфстайла наверное для моих двадцати вот этих вот сколько там 20 человек дай бог 50 посмотрит это видео наберется я делаю и наверное давайте вы прям свои какие-то вопросы пишите в комментариях я вообще таким вот закадровым голосом наверное мне будет удобно записывать какие-то ответы на вопросы делать отвечать в общем вот что-то такое лайтовая то есть будет видеоряд как я занимаюсь и и его отдельно в процессе я буду записывать на этот видеоряд соответственно свой голос и может быть даже какие-то другие ответы на ваши вопросы и получится я из кадра не ухожу так как вы хотели да мне писали сергей не уходите из кадра когда я дсм записывал да помните вот и соответственно как бы рядышком с вами вроде и голос мой присутствует что-то еще познавательное такое возможно отвечает но да ладно что же дорогие друзья переходим в спортзал вот настало время моей первой тренировочке ну надо быть откровенно до конца честным что соответственно это не первая тренировка в смысле вообще не тренировался но видите наил это породит дома я занимался занимался я в клинике у нас там есть штанга 40 килограмм и турнички ну соответственно конечно таких полноценных тренажеров нет появился недавно в клинике кроссовер но все равно ни олимпийской штанги и каких-то более сложных вещей нет поэтому я решил выбираться все-таки фитнес клуб и сейчас просто поделюсь своим маленьким участием о том в общем как я здесь буду худеть худеть я буду ну и конечно же силовые силовые я планирую делать силовые как и в общем то всегда и помимо того что я буду избавляться подкушно-жировые плечоточки вот этой вот всей вот этой вот щек моих вот плюс я пытался как-то набрать мышечка массы упражняясь дома упражняясь в клинике кстати в Руси еще у нас есть в клинике вот и соответственно как-то что-то прилипло вместе с этим естественно когда тренинг на бурашку прилипает и жир кстати об этом мы снимали видео у меня есть в инстаграме тренировках о натуральном тренинге прямой эфир прямой эфир у нас был с врачом из Одессы мы разговаривали обо всем этом и гармонии роста и многих других интересных вещах итак дорогие друзья здесь в общем то вы можете наблюдать мою такую разветочку она достаточно странная то есть я делаю всякие там круговые движения плечами цель у меня значит размять плечо-лопаточный сустав здесь в общем были небольшие микрокравли и вот самая странность пошла на эту разницу забрал я это в общем диджей-литей с танцев как-то я там в гости приходил вообще не приходили в гости по разным направлениям танцев какие-то там секции единоборств просто по целью там развлекаться и убить что-то новое вот однозначно смотрел такую разветочку теперь я всегда делаю просто потому что на ощущения после таких вот и вот таких вот ротаций кстати но без лечебных скультурок конечно у меня плечи себя чувствуют гораздо лучше и это позволяет не тратить в первую очередь огромное количество силы в данном упражнении тоже с лечебной скультурой не тратить силы в общем позволяет на то чтобы я там как-то кардио делаю особенно вот эти дурацкие включения вообще в каждом суставе по отдельности то есть я сейчас буду жать мне на плечо-лопаточный сустав разогретый ну и понятно что вот использую такие вот наклоны да то есть у меня там повздошное развивается там и все остальное заодно я справляю колени я как-то особенным образом кроме кардио да то есть того того что я походил на элисе там минут десять я не разминаю полноценно ну потому что я буду жать то есть смысла в полноценной такой разминке если бы я там совсем разминал все подряд я не вижу здесь я не знаю да потому что здесь осталось за кадром я еще сделал с рентинками такую разминочку как-то ждал на пике такой небольшой дальше я соответственно пошел в кроссовер и опять чтобы размяться да сделал там немножечко булувера такого дальше я что-то куплю короче в общем идет серьезно не знаю сколько там получат в районе 120 кг как-то я в итоге положил основной смысл такой что обратите внимание у меня здесь идет тремор такой ужасный очень стрёмный и суть примерно такая что полностью уменная система растренировалась несмотря на то что мышцы да все равно еще могут как сокращаться поднимать какой-то вес то соответственно нервная система абсолютно не позволяет выполнить я не могу не растянуть мышцы нормально сейчас мы увидим в общем то это соответственно вот заметно да частично в аккитуде я работаю конечно получается сокращать широчайшую полноценно еще стянуть не получается плюс после штуки у меня как-то так это подзабилось вот тут я соответственно дорабатываю уже нормально с растяжением широчайшую мышцу спины дорогие друзья в заключение хотелось бы сказать что соответственно цель моей такой вот тренировки было развлечение в ад развлечение меня то есть соответственно ну что это значит то есть я пошел в зал понятно что какую-то периодизацию какую-то что-то интересное я там не боюсь но мне хотелось кайфануть чисто почувствовать веса поэтому я относительно хорошо разогрелся насколько это возможно да без потери сил потому что их не так много и соответственно вот как бы и позанимался дальше надеюсь что я буду прогрессировать и буду снимать для вас более какие-то логические выводы с видео дневников напишите мне пожалуйста в комментариях вообще как вам такой формат тренировочек может быть мы с вами поговорим о психологии да в этом формате то есть может быть мы с вами будем разговаривать на тему психологического состояния на тренировке допустим есть интересный момент что когда вы сильно занимаетесь вы наверное замечали что думать о чем плохом и вообще думать и тренироваться да решать какие-то сложные задачи ну фактически невозможно то есть мозг у вас выключается у вас начинается деление других гормонов да и вообще ваше психоэмоциональное состояние здорово меняется после тренировок может быть мы с вами это обсудим напишите мне пожалуйста в комментариях я очень надеюсь что вы оцените такой вот мой видео дневник соответственно экспериментальный эксперимент ну и соответственно пишите мне как вам все это подпишитесь обязательно на инстаграм там вы можете увидеть больше тренировок там есть видео станут тяги мои первые да и вы здесь как бы в этой рубрике пронаблюдаете прогресс такого вот треща до какого-то оптимального нормального состояния дорогие друзья в которых обновили себя за лето привести ну и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и да пребудет с вами здорово и